Здравствуйте, друзья! Компания в спорте.ру приглашает вас на футбольный марафон, на 4 прямые трансляции матчей плей-офф Кубка ЛФЛ, стадия 1-8 финала. 4 клуба Северной Лиги дома в ответных встречах принимают сегодня своих соперников. У микрофона Кирилл Разумовский. И первыми на поле стадиона Флотская появляются футболисты ЦДК и ДИСы. Гости представляют Восточный округ, армейцы, лидеры чемпионата Северной Лиги. И первая игра 1-8 финала завершилась ничейным результатом 0-0. Те цифры, которые сейчас вы видите на табло, являются одновременно и суммой по итогам двух встреч. То есть сегодняшний матч у нас онлайн. И счет, соответственно, также будет меняться в реальном времени. Главный арбитр Александр Вдовин дает сигнал к началу игры. И поехали! Армейцы в красных футболках. Это все еще зимний комплект формы. Вот эти красивые спортивные кофточки. Ну и футболисты ДИСы в белых футболках. С такими голубыми и, может быть, даже зелеными вставками. Вообще команду, наверное, можно называть бело-зеленой, потому что на цветах клубной эмблемы именно это сочетание как раз изображено. Но мы знаем, что в ЛФЛ не всегда так бывает, что цвета эмблемы совпадают с цветами классической формы, в которой команды выступают. Есть примеры и на севере таких вот различий, ну и в других округах. Поэтому будем, наверное, сегодня белыми называть соперников ЦДК. Ну а там уж, как говорится, не придирайтесь. К составам будем переходить потихонечку. Тем более игра у нас так сразу достаточно ожесточенно так началась. Много борьбы на первых минутах команды с одной стороны присматриваются друг к другу, ну а с другой понимают, что в эти 60 минут определится клуб, который продолжит свой поход за трофеем. И вот уже гости опасную атаку проводят. Мяч не ушел. Ну вот здесь перехват. Все вроде бы благополучно для ЦДК закончилось. Ну и с хозяев поля я начну. В воротах ЦДК Илья Горшков. Три защитника Михаил Бесчастных, 21-й номер слева, Алексей Щиголев, номер 2 в центре. И Вячеслав Саркисов, 8-й номер в правой зоне. В центре поля Евгений Поляков, номер 7. Ему помогают Евгений Алдонин, 32-й справа. И Сергей Сбродов, 20-й номер слева на острие атаки. Александр Туменко, номер 83. Сразу скажу, что состав ЦДК, стартовый состав, довольно оптимальным выглядит. Ну может быть за исключением Андрея Корякина. Но поскольку мы знаем, что этот футболист не всегда может принимать участие в матчах ЦДК, то, наверное, его отсутствие удивляться не следует. Итак, момент. Передача в центр. У Туменко шикарный шанс открыть счет. Но здорово играет Виталий Миронов. И, наверное, нужно других футболистов ДИСа представить. Потому что иначе, таким образом, мы не сможем за игрой следить. А у нас тут момент за моментом. Но обещает, по крайней мере, игра, что будет возникать на регулярной основе. Итак, Виталий Миронов, номер первый в воротах. Игорь Корнеев, номер два в центре обороны. Анатолий Мальгин, 27-й номер. И Максим Хромцов, номер пятый. По краям на защиту. Тройка полузащитников. Алексей Филиппов, 40-й номер. Яков Суворов, 77-й. И Сергей Баланенко, номер 10-й. И Рустам Идрисов, 15-й номер на острие атаки. Идрисов, да не тот. Можно вот так вот, наверное, сказать. Но сейчас он с мячом и опасный дальний удар. Горчков предпочитает кулаками отбить. Еще один момент, когда нужно галкиперу ЦДК в игру вступить. Пока обмениваются такими опасными уколами команды. Но такого решающего преимущества, естественно, за вот эти 3,5 минуты никто не получил. Возвращаясь к оптимальности состава ЦДК. Есть определенные кадровые сложности. На скамейке запасных всего четверо футболистов. И сегодня отсутствует сразу несколько игроков, которые могли бы выйти и усилить игру. В частности, нет Олейника, Бунтова. Тех футболистов, которые вносят такой изюм, остроту и яркость. С другой стороны, может быть, попроще даже без вот этой постоянной ротации, которой прибегают игроки ЦДК. Может быть, будет полегче тем футболистам, которые в стартовом составе. Побольше времени они получат, соответственно, получше приспособиться к игре своего соперника. Вообще, надо сказать, что первый матч, который завершился со счетом 0-0, не самым распространенным счетом в ЛФЛ, получился достаточно напряженным. Вот примерно таким, как сейчас первые минуты у нас ответные встречи получаются. И для ЦДК это нетипичная ситуация. Армейцы вообще команды ориентированы на атаку. Команда много забивает, атакует разнообразно, плетет в атаке кружева. Но мы знаем, что уже было несколько раз по ходу этого сезона. Была ситуация, когда армейцы не могли распечатать ворота соперника. И во внутреннем чемпионате помним мы поединок с бедой, например, когда допечные Владимира Павлова выиграли 1-0. И по ходу группового этапа Кубка ЛФЛ также были проблемы с забитыми мячами у ЦДК, но в отдельных встречах успешно их в итоге армейцы решали. И удавалось забивать, вырывать победу. Собственно, 6 побед на групповом этапе у армейцев. Но тем не менее. А вот для Дисы, я ознакомился так достаточно внимательно с статистикой команды, не такой не сюрприз надежная игра в обороне. Команда в чемпионате восточной лиге пропустила меньше всех, наряду с садьбой Банны по 24 мяча всего лишь. Ну и 6 матчей сухих из числа сыгранных. 16 побед у Дисы. Она, кстати, делит вторую и третью строчку с усадьбой в чемпионате. Ну, уступает Мортону достаточно прилично, 10 очков. И тем не менее, вот из 16 побед 6 одержаны в сухую. Это, говорит, о довольно надежной игре в обороне и определенном кредо командном играть прежде всего от защиты. Поэтому, думаю, что армейцам сегодня непросто придется в любом случае. Нужно взламывать оборону соперника и нужны обязательно голы. Мы говорили уже достаточно много. Вот опасный удар с Аркисовой был рикошет. От спины Валентина Лескина. 12 номер в стартовом протоколе был не указан. Возможно, в последний момент какие-то изменения в составе произошли. Так вот, говорили мы о том, что 5 команд Северной Лиги продолжают борьбу в Кубке ЛФЛ. И у трех команд были неплохие шансы на продолжение борьбы. Мы вообще считаем беду ЦДК и Гефест фаворитами не только в своих парах 1-8 финала, но и фаворитами всего розыгрыша. Беда свою игру уже закончила. Единственная команда Северная, которая играла сегодня на выезде, ну, на таком выезде довольно условном, формально все равно в Северном округе. Матч проходил в Бескудниково на стадионе Дублинская 36. Беда сыграла с Интером в ничью 1-1 и получила, завоевала путевку в четвертый финал. Достаточно большое было преимущество 3-0 по итогам первой встречи, так что команду Владимира Павлова мы поздравляем. Ну и также ждем прохода в следующий этап от ЦДК и Гефеста. Но здесь надо сказать, что такой форы после первой игры нет. Армейцы вообще все свели к одному матчу ничья в первой игре. В общем-то, оставляет хорошие шансы Дисе преподнести сюрприз. Команда-то, в общем, интересная и является одним из лидеров Восточной лиги. В частности, мы обращали внимание на успехи клуба Нижгар и Минерал, но, тем не менее, Нижгар это ниже Диса сейчас в чемпионате расположен, на четвертом месте. Идут, поэтому, может быть, не столь раскручено Диса, но достаточно квалифицированный подбор футболистов. Здесь есть и знакомые имена. Анатолий Мальгин, к слову, достаточно много, достаточно долго играл в Северной лиге. Затем играл на Востоке в составе усадьб Банны. Кстати, есть еще один футболист. На скамейке запасных у Диса находится. Ну а у нас момента 1-0. Это Евгений Поляков открывает счет. А скидку ему делал Сергей Сбродов. Ну что ж, армейцам потребовалось чуть больше 9 минут, чтобы важный такой гол забить и получить необходимое преимущество, пока мы тут рассуждали о составе Дисы. Ну и это приятно, не скрою, достаточно важно было тактически забить в первой части матча. И уже от этого отталкиваясь строить тактику на оставшееся время. Так вот, продолжу. Евгений Овсяников, тоже известный по выступлениям за беду на Севере. Ну и также играл за усадьбу Банны. Так что футболисты квалифицированы. И состав достаточно интересный. Так, сейчас Суворов в центре поля на оперативный простор выходит. Передача налево, дальний удар и не получается этот выстрел у Алексея Родина. Ну тревожно так, как-то не разобрались защитники ЦДК. И атака у Дисы получилась. Сходу, что называется, в свободную зону Родин врывался. Мог бы, наверное, еще пройти чуть вперед. Решился на удар. И, к счастью для ЦДК, совсем неудачным этот выстрел вышел. Но надо вот отметить, что Дису не смутил пропущенный мяч. Команда продолжает играть так же, как играла. И освоилась уже на флотской. Мяч держит. Вот сейчас большими силами переходит на половину поля армейцев. У нас тут очень сильный ветер. Поднялся на стадионе. Определенные коллективы вносят в игру. А это шикарная передача. Туменко остановил. И что? Показывает арбитр, что в пределах штрафной руками сыграл галкипер Дис и Миронов. Ну и попробуем мы сейчас разобраться. У нас есть возможность посмотреть на повтор. Очень сложный момент. Однозначно судить нельзя. Нужно будет потом этот момент разбирать. Смотреть в замедленном повторе. В принципе, показалось, что на грани фола действовал вратарь. Это как минимум. Ну а Туменко выжил практически максимум из этой атаки. Мяч, может быть, остановил не столь технично. Надо сказать, что и передача была для него сложная. Так что хороший был сейчас шанс. И армейцы могут сетовать на определенные невезения. Правда, вот сейчас продолжают сетовать на решение арбитра. Ну, пожалуй, поскольку однозначно сказать нельзя, что галкипер уже вышел за пределы штрафной площадки, то, наверное, и не стоит такое пристальное внимание этому эпизоду уделять пока. Тем временем ЦДК зарабатывает штрафной на чужой половине поля. И у нас розыгрыш. Евгений Алдонин откатывает под удар бесчастных. Мяч зависает штрафной. Поляков, нет, не смог остановить мяч после свечки. Такой еще получилось после рикошета с подкруткой небольшой. Траектория полета мяча слишком сложная для обработки оказалась. И всего лишь удар от ворот. Но в целом, наверное, стоит признать, что сейчас ЦДК в целом по итогам этих уже 13 минут сыгранных смотрится поинтереснее. И забил гол лидер Северной лиги. И еще несколько моментов достаточно опасных имел. У Дисы было два неплохих дальних удара. Горшков с ними справился. И больше пока гости ничего не создали. Алдонин неправильно рассчитал траекторию полета мяча после этой подачи. Родин там между двух соперников просочился. Но подстраховали друг друга защитники ЦДК. Саркисов рядом Алдонин получает мяч. Длинная передача. Изброда зацепится. Отлично на Туменко сбрасывает мяч. Сейчас малыми силами ЦДК атакует. А можно атаку разворачивать влево. Все правильно. Поляков подключал бесчастных. Но Максим Хромцов надежно сыграл. Головой эту передачу прервал. Туменко. Дальний удар. Но это не опасно. Очередной удар от ворота. Ну и середина первого тайма уже у нас наступила. Быстро летит время. Темп игры хорош. Пока ЦДК смотрится совсем неплохо. Ну и футбол, наверное, нервный. Наверное, без права на ошибку, что называется. И не слишком зрелищный, да, в определенном смысле слова. Но, тем не менее, такой качественный. Полякова уронили здесь. Еще один штрафной будет. Алдонин. Забрасывает мяч вперед. Сбродов. Сложно было остановить. Бесчастно в борьбу вступает соперником. Щигалев. Подсказывали ему, партнер, что нужно фолить. Но тут и без фола защитники ЦДК справились. Лескин. С Корнеевым играет. Корнеев высокорослый защитник. На втором этаже, возможно, будет определенное преимущество у Дисы. Но пока подобных ситуаций-то и не было, в общем-то. Ну, а сейчас посмотрите, как авантюрно действуют защитники ЦДК. Оставляют сразу троих соперников практически перед своей штрафной. Не под опекой, да. То есть игроки ЦДК занимают зоны, но их оппоненты открыты. В случае какой-то острой проникающей передачи могла бы и опасная контратака получиться. Внимательней нужно быть. Защита, наверное, не самая сильная линия у ЦДК. Ну, даже не по персоналиям, а по командной игре. И крайние защитники у армейцев ориентированы на подключение, на поддержание атак. И в целом баланс команды смещен вперед. Но сегодня нужно, может быть, даже где-то на горло собственной песни наступить. Алдонин. Ну, вот бесчастных, посмотрите, куда забрался Поляков. Вот пошел контроль. И вот это фирменная игра армейцев. И при такой игре очень сложно противостоять этой команде. Держит мяч и, соответственно, пока мяч у нас, знаете, как говорят, нам не забьют. Отлично. Поляков в штрафной мяч принимает пробелы. Опять показывает, что в руку мяч попал. Но здесь, скорее всего, если даже было касание руки, то действительно попал. Потому что с близкого расстояния наносил удар. С близкого расстояния, я имею в виду, по отношению к защитнику, к Корнееву, который блокировал этот удар. Если там после рикошета мяч в руку угодил, то это явно была не игра рукой. Ну, а открывание Полякова и передача Туменко в эту зону действительно неплохой получились. Неплохими получились, да. С преимуществом играет Садыка, но нужен еще один гол, чтобы более уверенно себя чувствовать. Отличный перехват Алдонин совершает. Туменко может быть достаточно сильная передача, но другая, наверное, и не проходила. Туменко мяч догоняет. Бесчастных останавливает мяч. Очень здорово пробил и попадает в ногу защитника. Останавливал действительно классно. Сразу под левую себе под удар. Давление сейчас армейцев достаточно серьезное. И вот только за счет таких длинных передач приходится Диси выходить из-за барона. Евгений Овсяников на острие атаки появился, но пока не попадал в кадр в качестве активного участника игрового эпизода. А форвард, в общем, забивной. Наверное, нам сложно судить о его текущем игровом состоянии, но в свое время наводил шороху. Родина за мяч зацепился. Овсяников на дальней штанге один, но где у нас Саркисов-то? Ух, застрял в атаке. Очень опасно. И тут Поляков отрабатывает бесчастных. Олдонин. Ну вот, да, Овсяников лучший бомбардир своей команды в чемпионате. 14 мячей на его счету. Но у Дисы, наверное, нельзя выделить какого-то одного бомбардира. Мальгин, например, 10 мячей забил. Хотя, как правило, на позиции защитника или полузащитника бронительного плана выступает. Чемпионат Востока довольно неровный. Там и есть откровенно слабые команды. И вот, например, на текущий момент разница у Дисы плюс 60 в чемпионате. То есть, соответственно, при надежной обороне, которая всего 24 мяча пропустила, можно посчитать, что 84 забитых у Дисы. Но большая часть этих мячей была забита в матчах с командами из нижней части турнирной таблицы. Там есть совершенно самобытные, интересные коллективы, типа эволюции. Поэтому все эти цифры, они условный носят характер. Надо смотреть на результаты матчей Дисы с лидерами. Но сейчас вот после этого штрафного Алдонина опять разыгрывает. Прострел и выносит мяч защитники Дисы. У ЦДК произошли замены. Петр Алексеев на поле появился и Дмитрий Жаров. Саркисова поменяли и с Бродова. Ну, здесь аут. Ну, а результаты с прямыми конкурентами у Дисы, в общем, вполне достойные. Мортону, к слову, всего 1-0 проиграли. Также 1-2 был проигран матч с усадьбой. Собственно, вот за счет преимущества в личной встрече усадьба банная пока и опережает Дису при равенстве очков. Но это говорит о том, что команда, в принципе, способна играть надежно, прежде всего, способна не пропускать, оставаться в игре при любом ее ходе. Ну и в этой связи, вот я говорю, что второй мяч армейцам все-таки нужен для того, чтобы более спокойно играть и не ощущать опасность от каждой контратаки, от каждого контровыпада сегодняшних гостей. Штрафной еще один. Опять Алдонин у мяча. Ну и что, последует у нас удар уже или будет очередной розыгрыш? В принципе, позиция-то не очень опасная, скажем так. Но видели мы всякое. Пробил Алдонин, попадает как раз во Всяникова. Здесь на втором этаже Корнеев здорово сыграл Поляков. Грамотный мяч корпусом укрывал. Вот если бы пытался у него защитника выбить, можно было бы и нарваться на неприятности. Работать штрафной уже непосредственно в опасной зоне. Перед линией штрафной площадки, откуда можно и во вот стенки бить, и на силу. Поэтому так аккуратно очень боролись с Поляковым соперники. Поэтому, наверное, собственно, и до сих пор ЦДК мячом владеет. Алдонин ошибается в передаче. Овсяников перехват совершил. 4 в 4 контратака. Но здесь и Алексеев, и Поляков уже вернулись. Коллективный отбор. Пока работает у армейцев этот псевдопрессинг. Его нельзя назвать, наверное, в прямом понимании этого слова прессингом. Но в отбор вступают при потере мяча достаточно быстро, организованно. В несколько человек. И перехватывают мяч практически в течение нескольких секунд после потери. Поляков отправляется отдыхать. 6 с половиной минут до конца тайма. И Александр Авдеенко на поле появляется. А у Алдонина еще одна возможность по стоящему мячу пробить. Он навешивает штрафную. Авдеенко. Сброс на бесчастных не получился. Щеголев против Овсяникова. И при помощи бесчастных армейцы мяч отвоевали опять. Алдонин вперед играет. Алексеев Алдонина пробить. Нет. Пытался еще дальше направо сыграть Евгений Алдонин. Пас не прошел. Опасно. Отличный дальний удар. Филиппов пробил. Отбил мяч перед собой. Горшков. Тут же защитники вынесли мяч штрафной. Но как-то неудачно. По центру и второй волной. Атака Дисы накатила. Заканчивается все угловым ударом. Родин. Прострел. Нет. Алдонин здесь накрывает. По 14 номерам Дмитрий Жабаров сейчас на правом фланге у Дисы. Ну и в штрафную Корнеев пришел. Против него Дмитрий Жаров. Кстати, Жаров, наверное, самый высокорослый игрок ЦДК. Лескин сейчас в судью попал мячом. Армейцы могли контратаку получить за счет этого здесь опасно. И опять кулаками отбывает Горшков. Добивание. Филиппов пробил. И Овсяников подставлял ногу буквально с трех метров. И попал в перекладину. Очень опасно было у ворот ЦДК. Что называется, отскочили сейчас от гола. Нужно успокаиваться. Нужно прежде всего брать мяч под контроль. Дмитрий Сверидов вместо Александра Туменко. Замена на концовочку первого тайма. Не изменяют себе армейцы даже в таком матче. Сверидов сыграет свой небольшой отрезок. Но мы сейчас не о нападающих говорим. По большому счету нужно все-таки наладить игру в обороне. Были уже тревожные звоночки. Ну а сейчас абсолютно один был Овсяников. И каких-то сантиметров ему не хватило для того, чтобы... Для того, чтобы счет сравнять. А уже момента у ЦДК. Алексеев пробил. Миронов надежно играет. Кстати, отметим, там Дмитрий Сверидов перед этим очень здорово выиграл за счет игры корпусом. Выиграл пространство. Сбросил мяч Алдонину. Благодаря этому атака продолжилась. Горшков. Длинная передача вперед. Без счастных. Здесь Филиппов. Его накрывает Алексеев. Алексеев здорово обыгрывает. Алдонин. Сверидов не понял эту передачу, не прочитал, не вышел вовремя на мяч. Его Корнеев опередил. А если бы Сверидов был бы в движении и ставил корпус, то защитнику было бы очень сложно подобраться к мячу. Опаснейший момент. Еще один Горшков выручает свою команду. Овсяников имел шанс второй уже в этой игре сравнять счеты. И там здорово Яков Суворов сыграл на фланге. Передачи отрезал сразу двух защитников. Но тревожно, что постоянно свободными в штрафной площадке ЦДК остаются форварды Дисы. Миронов сейчас будет выбивать на чужую половину. Но здесь бесчастных головой сбрасывает мяч своему вратарю. Спешить не нужно. Пока в целом все устраивает армейцев. Овсяников, Корнеев. Здесь отработал Жаров. Алексей выбивает мяч вперед. Но Алдонин проиграл борьбу. Вообще не пошел в борьбу с Лескиным. Тут очень спокойно. Очень спокойно головой мяч в зону атаки сбрасывал. Ну и вот только так. Практически за счет выноса армейцам удается от своих ворот игру отвести. Замена на последнюю минуту. Филиппов отправляется отдыхать. А здесь мяч штрафной УЦДК. Ну не совсем понятно. А, ну это Мальгин. По-моему. А нет, давайте так посмотрим. 27 номер. Ну да, Мальгин. Надел шапочку. И в линию полузащиты, получается, сейчас выходит. Ну, либо Диса перестроилась на игру в два защитника. Вот здесь есть определенный момент. Но у нас тайм первый уже к концу подходит. Где-то 30 секунд. Плюс, может быть, какие-то добавленные мгновения еще будут сыграны. И пока СДК впереди. И еще и угловой заработал. Угловой или аут? Угловой, похоже. Авдеенко будет подавать. Ну, разыгрывать, точнее. Алдонин. Забрасывает на дальний угол. Жаров бьет в ближний. Но! Это пенальти. Алексеев в каком-то кунг-фу прыжке практически пытался мяч переправить. Но его, похоже, придерживали после сейва. Да, рукой. Это сейчас я опять пользуюсь служебным положением. Смотрю. Фактически повтор. Рукой защитник задержал Алексеева. Наверное, зря. Потому что невыгодная ситуация была для полузащитника СДК. И совершенно не факт, что из той позиции можно было пробить. Ну, а теперь пенальти. И у мяча Евгений Алдонин. Время у нас первого тайма истекло. Так что, я думаю, это до перерыва последнее игровое действие. Смотрим. Момент очень важный. Удары без вариантов. 2-0. 2-0. Команды на перерыв отправляются. Ну что ж, СДК получает достаточно неплохое, достаточно весомое преимущество. Но во вторые 30 минут или в четвертые, если брать, противостояние двухраундовое, все еще может поменяться. Ну что ж, короткая передышка у нас закончилась. Команды на поле вернулись. И буквально через пару секунд начнется второй тайм ответного матча 1-8 финала Кубка ЛФЛ. СДК ДИСа. После первого тайма хозяева поля ведут со счетом 2-0. Но надо сказать, что это преимущество с трудом было добыто. Если в начале у армейцев все-таки преимущество определенное было, то затем, пожалуй, равная была игра. И вот пенальти, который был забит на 30-й минуте Евгением Молдониным, был получен, заслужен армейцами благодаря ошибке защитника. То есть, в общем-то, наверное, не было необходимости фалить в том эпизоде. Но получилось, как получилось, а теперь преимущество СДК достаточно комфортное. Тем более, что у ДИСа определенные проблемы в атаке есть. Уже три тайма этого противостояния команда не может забить. Хотя есть и моменты. Есть моменты, и мы вспоминаем, например, великолепный шанс Евгения Овсяникова, когда он буквально с двух метров подправлял ворота сильный удар партнера и угодил в перекладину. Ну, как известно, все определяют мелочи. Не забили в одном моменте, пропустили в другом. И вот вместо 1-1 мы имеем 0-2. ДИСа имеет 0-2. А мы-то имеем как раз 2-0. Корнеев свою атаку разгоняет. Погода испортилась. Очень сильный ветер. Тут то ли дождик собирается, то ли что. Наверное, не только счет гонит игроков в белой форме вперед. Ну и холодный московский воздух. Алдонин здорово сыграл. И здорово вышли за счет Полякова. Из той зоны. Неплохо. Еще один момент. Но нужно забивать Азбродов. Убирает мяч под себя долго. Очень долго. Туменко. На исполнение пытался. А можно было и навесную передачу на Евгения Полякова выполнять. Он дальнюю штангу замыкал. Азбродов просит прощения у своих партнеров. Потому что, наверное, он был в наилучшей позиции в этой атаке для удара. Но чуть промедлил. И таким образом нет. Момент в итоге доведен был до логического завершения. И удар состоялся по воротам. Но могло бы быть опаснее. Филиппов будет из-за боковой бросать. Запасные игроки Диса торопятся. Помогают. Подают мячи. Корнеев. Дальше прокинул. Лескин. Корнеев. Центральный защитник подключился к угловому флажку. Практически прошел. И атака продолжается. Поляков отрабатывает в обороне. И какое-то повреждение в этом единоборстве получает. Да, но Поляков в очередной раз помог своим защитникам. Вернулся низко. Мяч выбил на угловой. Надеюсь, что все с ним в порядке. Вот важнейшая фигура в составе СДК. Горшков хорош на выходе. Уже не первый раз сыграет кулаками. А здесь Филиппов бьет. Плотный такой удар из-за предела штрафной. Горшков на месте. Фиксирует мяч намертво. И будет вперед выбивать. Сейчас каждая минута, проведенная на поле, без голов, на руку армейцам играет. Саркисов. Центр поля бросает на Полякова. Тот через Алдонина. Алдонин очень сложный мяч остановил. Молодец. И точно сыграл на Туменко. Саркисов. Пошел в свой знаменитый проход. Но тут у него Мальгин и Дрисов, по-моему, совместными усилиями мяч отобрали. А тут ошибается Анатолий Мальгин. И уже Алдонин перехват совершает. Туменко. Алдонин. Хороший пас штрафную. Телескин опережает Сергея Сбродова. Но угловой. Угловой. И это стандарт в пользу ЦДК. Александр Туменко идет его разыгрывать. С Алдонином сыграл. Ищет варианты в штрафной. Неплохо. Но здесь Корнеев высоченный все снимает. Сбродов. Назад. Поляков. Алдонин. Сбродов. Саркисов. Ух. Какой жесткий фол Мальгина. И тут пока без желтой карточки. Мальгин к тому же не согласен. С тем, что был фол в своем стиле. Очень бурно отреагировал. Ну вообще, конечно, метаморфозы этого футболиста очень интересны. Если бы нам игра позволяла, можно было бы порассуждать из забивного полузащитника, который играл всегда ближе к атаке и был быстрым очень игроком. Превратился в такого мощного, таранного футболиста. Раскачался, что называется. И уже на востоке, наверное, больше воспринимается как игрок оборонительного плана. Алдонин подача. Ну и в никуда как-то этот пас получился. Наверное, можно было бы получше разыграть. Миронов будет выбивать низом. Вот так он с Филипповым сыграл. Алдонин выходил на перехват, но Филиппову прошел пас на противоположный фланг. Алдонин здорово. Бесчастных. Рукой себе подыграл и еще и ваут выпустил. На скорости с мячом не справился. Вескин. Саркисов нарушил правила. Тактический фол. На чужой половине ничего страшного. 38-я минута у нас. 2-0. ЦДК впереди. Рескин. Туменко заплел ему ноги. Ну и какая-то бурная реакция на вполне рабочее единоборство. Нарушение оно и было зафиксировано. Филиппов. Длинный пас вперед. Мальгин Саркисову проиграл борьбу. Поляков. Сбродов. Алдонин. Когда у ЦДК идет контроль. Опасно. И Туменко. Филиппов в последний момент мяч выбивает. Разыграно было неплохо. Поляков сбрасывал головой в центр штрафной. И мне кажется, что Туменко готовился пробить в падении. Потому что иначе слишком долго пришлось бы ждать мяча. Бесчастных. Алдонин. Здесь нужно без обреза повнимательнее сыграть. Сбродов Алдонин. Пробить нужно поворотом. Бьет. И перекладину мяч попадает. Мощнейший выстрел Евгения Алдонина. Атака армейцев. Новую волну. Новый виток. Получает. Туменко. Бесчастных. Есть. Тут скучность. Нужно пошире играть. И вот Туменко на Горшкова мяч сбрасывает назад. Тот длинную вперед. Выбивает Корнеев. Играет головой. Но здесь Бесчастных должен за мяч доцепиться. Рядом Туменко есть. Нарушение правил. Алексей Филиппов валил. И право на штрафной. ЦДК зарабатывает. Яков Суворов отправляется отдыхать. И Алексей Родин выходит. Ну у Дис это много баллистов на скамейке. Поэтому тут и замены чаще происходят. Туменко далековато мяч отпустил. И Мальгин там жестко в стык пошел. Ничего. Туменко ему не уступил до атака. До удара была не доведена. Но тем не менее. По крайней мере армейцы успели занять свои позиции при обороне. Поляков. Сбродов. Бесчастных. Поляков. И фол. Филиппов валит. Обмен мнениями Полякова и Филиппова относительно этого эпизода. Если вы слышали, то может быть и это не очень хорошо. Но в общем, логика ясна. Друг другом недовольны. Футболисты были в этой ситуации. Хотя Филиппов валил. И только его эмоциональным состоянием можно объяснить. То, что вообще он спорить стал в этой ситуации. Саркисов хорош в отборе. Длинная передача на Туменко. Туменко здесь способен один в один обыграть Корнеева. Но ждет партнеров, похоже. Ищет хорошие варианты. Неплохо сбродов. Туменко. И скидка не самая лучшая. Но тем не менее атака продолжается. Бесчастных. Поляков. Во втором тайме, мне кажется, ЦДК более собранная игра. Это и такая цельная игра в контроль мяча получается у хозяев. Здесь Родин в ногу. Александр Туменко сыграл. Мяч остался у армейцев. Атака была завершена дальним ударом. Но тем не менее. Такой неприятный момент для Туменко. По ногам он получил. Хотя от мяча уже успел избавиться. Саркисов. Поляков помог. Щиголев. Вот смотрите. Мне кажется, по количеству упоминаний Алексея Щиголева можно судить об активности наших гостей сегодняшних. Во втором тайме вообще не называю эту фамилию. Алдонин. Бесчастных рядом. Алдонин. Полякова проходил пас. Хромцов там шел в подкат. И вот тем самым смутил Полякова. Но в итоге аут. Аут в пользу белозеленых. Замена, кстати, еще одна. Дмитрий Жаров вместо Вячеслава Саркисова вышел на поле. Кстати, Вячеслав Саркисов может сейчас воспользоваться ситуацией. Так, у нас желтая карточка. Будет похоже. Так, Поляков и Мальгин на 43-й минуте отличились. Ну, в общем-то, скорее, наверное, за разговоры больше, чем за грубость. посчитал арбитр, что пора уже гасить страсти. Иначе добром это все не закончится. Концовка нас ждет, на мой взгляд, довольно эмоционально. Потому что счет 2-0 в принципе оставляет 10 шансов. Играть 17 минут вот еще на данный момент. Но во втором тайме впереди вообще ничего не получается у гостей. Так что нужно что-то менять. Отлично! Перехват! Ой, какая передача! неудачная! Сбродов-то классно перехватил мяч, а вот точный пас выполнить не сумел. Может быть, даже имело смысл ему самому завершать эту атаку. Щеголев, Алдонин-Щеголев. Сбродов и очередной фол. Ну, а при Саркисову, да, хотел я пошутить, что сейчас он заменившись может воспользоваться ситуацией и пойти пообщаться своими бывшими партнерами, потому что Спарта уже здесь, Руслан Ибзеев в хорошем настроении, как обычно, как лев просто по бровке бегает, тут решает какие-то орг-вопросы, Гефест тоже здесь, команда уже из-за раздевалок, ну, точнее, не то, чтобы выходит из-за раздевалок, но некоторые футболисты уже переодевшись, уже готовы пусть на поле, без частных моментов, еще одна перекладина, мощнейший выстрел в ближний угол, как-то какое-то невезение в завершающей стадии, Щигалев сейчас несогласованно сыграл с Горшковым, но закончил все благополучно, а здесь Туменко за счет игры корпусом отвоевал мяч у соперника, пробил поворотом, правда, для Миронова удар не слишком сложным, оказался, со второй попытки голкипер Дисы мяч забрал, и новая атака гостей, Филиппов, плеймейкер Дисы, мяч в атаку притащил, с Корнеевым сыграл, Родин, бесчастно хорош, заставил соперника просто дотанцевать до аута, Алдонин проходит пас, там жесткий подкат, Хромцова, но атака ЦДГ продолжается, Алдонин на Полякова, забрасывает Полякова, отличный удар и классный сейв Виталия Миронова, счет не меняется, будет угловой и замена Удисы, Анатолий Мальгин поле покидает, Туменко будет подавать, но вышел у нас Дмитрий Жабаров, не получилось здесь у бесчастных мимо Родина мяч пробросить, а там Туменко уже готов был в лицевой линии угрожать воротам с таким проходом наут Алдонин мяч получает прострел удар и как и не забивает сейчас ЦДК в последний момент Хромцов мне кажется невольно даже заблокировал удар Евгения Полякова разыграно было все классно ну вот смотрите можно даже посчитать ну три стопроцентных момента было у ЦДК во втором тайме это удары Алдонина и Бесчастных в перекладину и вот сейчас момент у Полякова это не считая еще хороших атак которые в которой Сергей Сбродов не совсем удачно последний пас отдавал таких атак было две Корнеев убить нужно отсюда да вот он бьет попадает Сбродова в спину Жабаров налево играет штрафную Щиголев хорош рядом Поляков Филиппов Щиголев здесь небольшая суета нужно успокоить мяч вниз его положить и тем и другим так будет лучше для футбола Поляков здорово сыграл в отборе и вынос просто вынос почему бы и нет 48 минута у нас заканчивается сейчас конечно оборона становится наиболее первостепенной задачей для ЦДК Сбродов назад играет и может быть правильно нужно вот сейчас подержать немного мяч армейца Поляков Туменко Поляков Туменко Хромцов против него Поляков Туменко штрафной на мяч наступил чуть не хватило и вот теперь Корнеев просто выбивает к центру а Щиголев на опыте головой сбрасывает назад мяч Илья Горшкова Щиголев тут не нужно придумывать прессинг сейчас пытается Дисона вязать своему сопернику бесчастных Поляков очень спокойно отлично бесчастных еще один пас во фланг Сбродов не побежал замена на замена так ну Алексеев и Авдеенко вместо Сбродов и Поляков не уверен кстати что до конца игры и там у Дисы тоже по-моему замена да Рустам и Дрисов с поля уходят Евгения Овсяников выходит интересно ну Идрисов нам не запомнился свой Идрисов нам как-то роднее а вот Овсяников непонятно почему так мало игрового времени получает может быть считает тренерский штаб что не в самой лучшей форме нападающей но как-то он поострее моменты создавал казалось что в руку мяч щеголеву попало но свисток молчит и контратака армейцев контратакой это уже наверное назвать сложно Туменко с Алдонином сыграл тот направо на Дмитрия Жарова щеголев и Авдеенко один 50 минут сегодня и 110 минут по сумме двух матчей позади 2-0 в 1-8 финала Кубка ЛФЛ армейцы пока переигрывают Дису Жаров передача ну немножко авантюрная может быть она и неплохая была по задумке но по исполнению никак там не проходил пас Авдеенко выбивает мяч вперед Алексеев выиграл борьбу неплохо Алдонин удерживает мяч ждет партнера и упускает мяч за боковую Корнеев будет бросать и за боковой и что выскальзывает у него мяч из рук не считает арбитр эту ситуацию критичной не передает право владения ЦДК здесь здесь в общем-то и так армейцы мяч перехватили фол в центре поля Жабаров совершает на Алексеев Алексеев кстати очень сложный мяч укоротил сейчас а здесь великолепный пас Алдонина и удар Авдеенко в ближний угол успевает его накрыть это Валентин Лескин там вездесущий оказался еще еще один момент армейцами упущен Туменко и опять Лескин удачно действует в обороне Алдонин бесчастных Туменко бесчастных здесь фола не было Авдеенко на газоне но показывает Вдовин что Корнеев в пределах правил действовал 8 минут до конца игры Диси нужно уже идти ва-банк рисковать Филиппов Жабаров небольшая двоечка но вернулся Евгений Алдонин и все испортил Туменко зацепился за мяч борьбу тут выиграл зарабатывал штрафной но не заработал Жабаров очередной отбор от Алдонина в каком-то экономичном режиме действует Евгений Алдонин кажется что не принимает участие в эпизоде а все время каким-то легким неуловим движением умудряется мяч у соперника из-под ноги выбить ну а сейчас против него Овсяников сыграл также и момент у Дисы удар в дальний угол не слишком сильный в исполнении Алексея Филипова Горчков мяч накрывает и подсказывает своим партнерам что повнимательнее нужно своей половине поля действовать длинный пас вперед Туменко подождал пока выпрыгнет Корнеев тот собственно не рассчитал точку встречи с мячом в воздухе но Туменко все равно до мяча не добрался Сверидов на концовочку в атаке у ЦДК появляется а здесь отличный пас Алексеева и безчастных не пошел до конца нет но здесь паса назад не было Лескин лучший наверное в составе Дисы сегодня опять успел Алдонин ой как здорово играет Сверидов в этом эпизоде было похоже что все-таки сохранил мяч судья мне кажется немного ошибся здесь по духу игры еще классно было бы между ног потом прокинул защитнику Дененко надежно играет Чиголев Алдонин успеет нет к сожалению здесь можно было бы и контратаку организовать еще одну Лескин с Филипповым играет только через вратарян больше вариантов нет Лескин Хромцов там на левом фланге Филиппов Мальгин рядом с ним вот у Дисы уже неплохая атака ух какой удар классный но далековато по-моему мяч просвистел замена еще замена у гостей похоже Жабаров уходит отдыхать вместо него не вижу издалека по-моему Баланенко появился и вместо бесчастных выходит Александр Туменко какие будут перестроения Менкая здорово сыграл мяч вперед прокинул Свиридов назад скидывает Алексееву тот с Жаровым Алексеев ух слишком много частей тела получилось в одном в отдельно взятом эпизоде штрафной 4 минуты остается до конца армейцы близки к тому чтобы выйти в четвертьфинал Кубка ЛФЛ пока своего соперника переигрывают полностью моментов у Диса нет но сейчас такой уже практически навал и в этой ситуации все что угодно может произойти могут в конце концов запихнуть мяч в ворот поэтому нужно максимальном уровне внимания концентрации отыграть оставшееся время Филиппов удары Авденко поставляет голову продолжается атака Дисы все здесь здесь классно играет Щеголев Владимир Васин пробил там на самом деле не лучшим образом мне кажется можно было бы еще поискать варианты в любом случае для ЦДКА ничем опасным по сути вот это наступление Дисы не обернулось Мальгин вроде бы проиграл борьбу на мяч остался у Лескина тот со Всяниковым сыграл и штрафной штрафной зарабатывает 99 номер Армейцы сейчас еще одну замену проведут Евгений Поляков вернется Поляков вместо Алексеева выйдет ну может быть может быть так чуть наладят игру в пас на своей половине не знаю с чем это связано в общем-то ну может быть желание Полякова в решающие минуты быть на поле тоже здесь учитывается это лидер команды и в том числе по духу штрафной как-то невнятно был разыгран там рикошет насколько я понимаю от Алдонина и угловой но в целом наверное поинтереснее можно было этот стандарт разыграть подача на дальнюю штангу мяч летит Щиголев головой продлевает траекторию полета мяча а вот Корнеев бросает на Филипова забрал штрафную и угловой все-таки Авдеенко не смог так поставить корпус чтобы не коснуться мяча Алдонин выбивает мяч из штрафной ну и что нужно теперь ЦДК контратаку провести неплохо и передача у Алдонина чуть-чуть неточной получается в ногу не попал что называется Лескин готовится просто вперед вынести но вот пока с Корнеевым еще ему нужно сыграть теперь с Ротариом минута минута до конца Жаров здорово на Алдонин отдавал передачу здесь Корнеев уверенно сбрасывает головой на своего вратаря хотя мог бы и испугаться такая ситуация была неоднозначна Поляков с Алдонином Филиппов и аут в пользу ЦДК ну что ж за оставшиеся 30 секунд пожалуй вряд ли Дисе удастся отыграться будем подводить итоги этого матча армейцы сыграли достаточно грамотно реализовали свое преимущество в классе прежде всего Поляков пробил но не сильно два мяча было забито в первой половине и достаточно вовремя особенно если мы говорим про первый гол который на 10 минуте Евгений Поляков забил ну вот и второй момент ключевой это пенальти на последней минуте первого тайма Алдонин четко реализовал свою возможность ну а Дис пожалуй вот после этого не смогла оправиться если бы счет удержался минимальное преимущество бы сохранилось ЦДК возможно здесь было бы чуть проще нужно было бы забивать один мяч ну вот в реальности получается что второй тайм наверное наверное просто сложнее намного было с точки зрения стратегии проводить армейцам что ж вторая команда Северной Лиги выходит в четвертьфинал Кубка ЛФЛ ЦДК после беды ждем мы следующую начало следующего матча сейчас Гефест и Спарта выйдут на поле ну а мы давайте пару минут передохнем друзья наш большой прямой эфир продолжается спасибо за субтитры